Друзья, всем привет! Сегодня новый выпуск, ваши вопросы, мои ответы для тех, кто собирается на отдых в Батуми. Я уже в предыдущем ролике постарался как-то более все развернуто сделать, рассказать, но все равно вопросы возникают, и в этом ролике я хочу, так сказать, ответить на все часто задаваемые вопросы более развернуто. Также, ребят, кто следит за мной в Instagram, знает, что я недавно летал в Дубай. Я тоже в двух словах расскажу, сколько я на это потратил, очень недорого, поэтому тоже, если будет интересно, обязательно оставайтесь на этом ролике и поехали! Также не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Ребята, первый вопрос, это как добраться до Батуми, Избилиси, либо Кутаиси? У меня уже есть целый ролик на канале, сейчас он где-нибудь здесь появится, где я рассказываю подробно, где и как, на чем, сколько это стоит, а также со всеми локациями каждого этого места. То есть, можно добраться на поезде, это стоит 34 лари, по времени это занимает примерно 6 часов. Также можно доехать из Билиси, я имею в виду. Также можно доехать на маршрутке, на автобусе, это тоже 34 лари. Маршрутки ездят там практически каждых полчаса, автобусы раз в час, ну а под поезд уже нужно подстраивать. Также еще можно добраться на такси. На такси, наверное, будет около 300 лари, потому что даже несмотря, что цена стоит в Яндекс.Такси намного меньше, все равно таксисты не соглашаются и просят цену повыше. Можно заказать трансфер, я тоже ссылки все прикреплю, трансфер тоже примерно в таком диапазоне будет. Следующий вариант, это можно добраться на самолете. Стоило в прошлом году это 120 лари, билет в одну сторону, занимает примерно час. То есть вы вылетаете из Тбилиси, а если более точно сказать, это аэропорт на Тахтаре. Вылетаете из него, долетаете до аэропорта Батуми всего лишь за час. По транспорту из Кутаиси. Есть несколько вариантов. Вы можете поехать на автобусах Джорджан Бас и Овни Бас, но нужно все покупать заранее. День в день очень сложно предугадать, как поедет у них автобус. Я очень недоволен их сервисом и даже бы, я бы сказал, не рекомендовал бы их, потому что вот мы летали в Дубай. Что в ту сторону мы договаривались, нам одно время назначили, мы пришли, не было автобуса, он уехал раньше. Что назад? Десять раз переспросили, даже нам сказали, что уже все забронировали. В итоге мы приходим, ой, извините, а кто вам такое сказал? Поэтому если только вы покупаете онлайн билеты и они уже у вас есть, тогда да, вероятность того, что вы без проблем уедете, будет. Но если вы будете по факту покупать, то процентов 99, что ничего у вас не получится. Еще есть вариант маршрутки, но если вы прилетаете вечером, там, после 9 вечера, то, соответственно, маршруток уже ехать никаких не будет. Это уже лично, на личном опыте проверено. Мы прилетели к 10 часам, к 9, 9.30. И ни одной маршрутки мы уже словить не смогли, потому что последняя, вроде бы, из Кутаиси выезжает в 9 вечера. Начинают они ездить с 9 утра. Каждых полчаса, либо час, могу ошибаться. Стоимость маршрутки стоит 20 лари. Еще вариант, как можно уехать. Да, это есть Яндекс.Такси, но, опять же, они заламывают цены и хотят за такую поездку 200 лари, хотя всего 130 километров нужно проехать. Но имейте в виду, что там очень много таксистов, которые просто берут от борта. Мы, допустим, вот доехали, ночью это было за 40 лари за человека. Нас было трое человек. Обычно просто легковая машина. Он собрал людей. Мы согласились, ну, потому что выбора особо сильно не было. Либо ехать за 200 лари на двоих, либо поехать за 80 на двоих, то есть по 40 лари с человека. Поэтому не бойтесь. Я не думаю, что там кто-то кого-то обманет, там много полиции. То есть просто договаривайтесь, торгуйтесь. Может быть, даже получится сторговаться за 25 лари, если будет 7-ми местные минивены, соберется полное количество людей. Но на это нужно немножко будет потратить времени. То есть это вот не прям секунду в секунду, вы сели и поехали. Поэтому будьте тоже к этому готовы. Ну, а в дневное время без проблем вы сможете уехать на маршрутке. Какая погода в Батуми будет в июне? Ребят, это предсказать практически невозможно. И как видите, вот я сейчас стою в шортиках. Вчера я ходил, в принципе, тоже, наверное, в шортах. Немного в штанах было попрохладнее. Хотя сегодня передавали весь день дождь и грозы. Но я вам показываю, как выглядит небо. Вы видите, что практически ни одного облачка, только немного есть облака в горах. Поэтому сложно сказать, какая погода будет там через неделю, через две недели. И даже если на завтра передается там солнце, то может быть дождь. В прошлом году, к примеру, в июле было, наверное, три недели дождей. И всего лишь неделя была солнца. Но это в совокупности за целый месяц. То есть практически целый месяц были дожди. Поэтому предугадать, какой будет июнь, июль, и тем более там август и туда еще дальше, это практически невозможно. Что скажу по морю? Море уже становится немножко теплее, но все равно оно еще достаточно холодное. Скорее всего, это будет к середине, прогрев воды будет к середине июня. Возможно, даже и к концу июня. В прошлом году, в конце июня уже вода была теплая. Купаться можно было без проблем. Ребята, вопрос по поводу арендного жилья. Уже очень много раз говорил, где, как, что искать. Но все-таки повторюсь, потому что все равно задает одни и те же самые вопросы. Насчет сразу комплексов Орби. Вообще всех. Это Орби Бич Тауэр, Орби Волна, Орби Сити, это который там блок C, D, E, я уже даже не помню, сколько там блоков. Это все обычные апартаменты. Это не отели, где включенные там завтраки или онкьюзив. Это обычный, как жилой дом, в котором собственники, либо риэлторы за них, управляющие компании, сдают эти апартаменты. Все это можно посмотреть не только на Букинге, потому что на Букинге, скорее всего, будет дороже, потому что там есть комиссия самого Букинга. Поэтому проще смотреть в Телеграм-группах, либо в Фейсбуке. Это все есть также. Все эти ссылки с закрепленным сообщением моей группы. Не забывайте тоже на нее подписываться, потому что там люди друг другу помогают, стараются отвечать на какие-то вопросы там бытовые, что посмотреть, где лучше купить. Вот сейчас где-то снизу появится название моей группы. Обязательно подписывайтесь, спрашивайтесь. Я по возможности также там отвечаю на ваши вопросы. Также то, что касается экскурсии. Все экскурсии я набираю в своей Телеграм-группе. Иногда публикую тоже в Инстаграм. Но если вам все это интересно, обязательно залетайте и смотрите. И еще один немаловажный вопрос, который вы часто задаете по поводу приобретения недвижимости в Батуми. Как это лучше сделать? Где это лучше сделать? Конечно, мой совет это обязательно приезжать в Батуми и своими глазами посмотреть вживую, чтобы все соответствовало, так сказать, рендерам, которые вам предлагает застройщик. Но если вы хотите более грамотную консультацию и хотите, чтобы вас сопроводили в сделке, вам все подсказали, рассказали, что лучше, что выгоднее, что рентабельнее. У меня есть знакомый, который занимается недвижимостью. Его зовут Роман. Он может вам все рассказать, показать, какие комплексы уже есть на данный момент, которые строятся. Возможно, уже которые готовы. Вы можете с ним проконсультироваться, пообщаться. Он вам расскажет все-все-все нюансы, которые только могут быть при покупке этой недвижимости. Поэтому, если вам интересно, сейчас появятся его контакты. Также появится его YouTube-канал, на котором вы можете посмотреть обзоры на некоторые комплексы и также спросить его какой-либо вопрос. Поэтому ссылки оставляю все в описании. Обязательно обращайтесь, если у вас такие вопросы будут возникать. Большинство отдыха ассоциируется в Батуми с апартаментами, которые вы приезжаете, снимаете на сутки и спокойно ходите по кафе и ресторанам. И также сразу плавно переходим к вопросу, где можно покушать. Покушать, друзья, тут очень много разных мест. Ну, давайте вот я вам сейчас сразу несколько названий скажу, чтобы вам уже можно было записать. Это точно места, которые стоит посетить. Первое, это, если хотите вкусные хинкали, то это ресторан Джавадури. Второе место я бы поставил, это Ньюэра. Там можно покушать аджахури со свининой, с телятиной и так далее. Аджахури это картошка с мясом, там с разными приправами, перчиками. Но очень вкусное блюдо, ценники плюс-минус у них одинаковые. Это первое, второе место. Также посоветовал бы еще перасмани. Многие, допустим, хвалят больше перасмани, чем Тавадури, если с хинкали, там сравнивать. Эти все места друг от друга не так-то далеко находятся. Там буквально рядышком с улицей Чавчевадзе и улицей Пушкина. Также Аджара Палейс, Олд Амбари. Еще такое раскрученное место, ну как раскрученное, ну часто популярное, часто везде он упоминается. Сачашники, Ордогани, Сердце Батуми, Яквдома. Все эти места вы можете спокойно посещать, уже проверено. Там вкусно, чек в среднем везде одинаковый, не сильно дорого. Ну, в принципе, вот это такой вот совет, где можно здесь покушать. Если там хотите приобрести более там какие-то бытовые штуки, там типа, не знаю, вилок, ложек, чашек, тарелок, либо зонтиков, либо дождевиков, это, ребят, на рынок Хопа, вещевой рынок Хопа. Просто вбивайте в Яндекс.Навигаторе и смотрите. Доехать можно везде на такси, это недорого. Такси здесь в среднем стоит там до 5 лари, вообще в любую точку можно доехать. То есть из любой и в любую точку это примерно до 5 лари. Ну, а если там короткая поездка, то и вовсе там 2 лари, либо там даже лар 80 бывало, то есть совсем недорого. Вот. И не забывайте, если хотите передвигаться на общественном транспорте, то вам нужно будет проездная карта Батуми, про которую я уже говорил в своем прошлом ролике, тоже можете там все посмотреть. Ну и немного хочу вам рассказать, как мы слетали в Дубай. Поездка нам обошлась всего лишь в 630 лари на билеты туда-обратно на двоих. И за отель мы заплатили тоже 250 долларов на, получается, 4 ночи. Ой, прошу прощения, 3 ночи, 4 дня. Съездили мы на разведку, очень понравилось. Поедем туда зимой, наверное, скорее всего на месяц. Потому что сейчас летом там очень жарко. Как долететь так дешево, друзья, то можно посмотреть, это билеты из Кутаиси. Из Кутаиси до Абудаби. И там с Абудаби уже можно доехать на трансфере до самого Дубая. Как все это я делал, я покажу в следующих роликах, которые я снимал именно в Дубае. Как я летел, где что покупал, как добирался. Поэтому, кому эта информация интересна, обязательно подпишитесь, не пропустите следующие ролики. Я там буду более все подробно рассказывать с ценами, как и что, и где я все это делал. Ну и вот такой вот небольшой ролик получился у нас с ответами на ваши вопросы. Если у вас еще какие-то вопросы остались, то обязательно напишите, либо присоединяйтесь в мою телеграм-группу. Будем стараться отвечать на ваши вопросы там. Поэтому, друзья, всем хорошего настроения. Всем пока и до встречи.